В сообществе YouTube я попросил вас написать вопросы, связанные с историей Андерверс, которые волнуют вас больше всего. В этом видео я объясню некоторые нюансы сюжета, раскрою некоторые тайны, а также расскажу несколько теорий о будущих сериях. Всем привет и добро пожаловать на новое видео «Ответы на вопросы по Андерверс». Начнём! Креатив. В чём мотивы и цели Икс Гастера и Инка? Я реально не понимаю. Почему они себя так странно ведут? Этот вопрос волнует многих зрителей. Что ж... После того, как Инк заключил с Эррором перемирие, никакого создания, никакого разрушения, у него была депрессия. Он хотел, чтобы появлялись новые вселенные и истории, но по перемирию он не имел права, потому что Эррор бы всё уничтожил, как и случилось потом в Андерверс 0.4. Однажды Инк нашёл вселенную, в которой был Икс Гастер. Узнав, что у этого монстра есть душа создателя, он предложил ему создать нечто особенное. Он показал ему другие вселенные, чтобы мотивировать его. Тогда Икс Гастер на протяжении всего Икс Тейл пытался создать вселенную с необыкновенной историей, которая бы очень удивила Инка, но ему постоянно что-то не нравилось. Уже в серии Икс Тейл 9 он придумал план развития событий, которые он разделил на фазы. Первая фаза – создать прототип в качестве главного героя последующих событий. По случайности им стал Санс с духом чары внутри тела. Вторая фаза – это та самая история первого сезона, которая должна была потешить Эго и развлечь Инка. При этом Инк старался не вмешивать в это Эррора, дабы тот не уничтожил вселенную. Но всё пошло на смарку, так как Икс Гастер с помощью сна пробудил в Эрроре желание расторгнуть перемирие. Тогда тот уничтожил все вселенные, что пошло на руку Икс Гастеру. Скорее всего, его цель – заполучить безграничную силу. И уже известно, что в этом плане ему нужен Фриск. Он хочет морально надавить на игрока, чтобы тот согласился сотрудничать. Это и есть третья фаза. Почему Икс Гастер не забрал душу Фриск? У него же есть силы, чтобы его забрать. Или же я чего-то не понимаю. Значит, Икс Гастеру нужна не его душа, а его способности, как игрока. Почему Инк не принимает каких-то противодействий против Икс Гастера? Тавтология. Я, конечно, понимаю, что они друзья, но он пытается уничтожить оригинальную АУ. Возможно, в будущем Инк встанет на сторону оригинальной вселенной, когда узнает, что натворил Икс Гастер в серии Under Reverse 0.5. Это объясняет, почему тот начал боевые действия только когда Инк ушел. Икс Гастер не хочет рассказывать об этом, зная, что ему данная идея не понравится. Ирен Колыбова. Зачем Инк согласился с предложением Икс Гастера, чтобы все мультивселенные были идеальны? Инку нужна была интересная история, чтобы ему, грубо говоря, не было скучно. Он считает, что это просто игра, которая вскоре закончится. Ну или начнется новая. Но он не понимает всех последствий, так как Икс Гастер не раскрывает ему свою мотивацию. Он просто-напросто использует Инка. Почему Инк, называя себя защитником, поставил под угрозу Undertale, Underswap и Underfell? Инк по большей части защищает вселенные от эрора. Весь первый сезон Underverse была всего лишь игрой. Он осознавал, что под удар пойдут некоторые альтернативные вселенные. В тот же момент он понимал, что с помощью силы Икс Гастера, перезаписи, он может все вернуть на место. Но на момент Underverse 0.5, он все еще не осознает того, что Икс Гастер не собирается возвращать все на место. Уничтожение альтернативных вселенных было частью зловещего плана. Фанки Кьют. Так это все была игра? В самом начале 0.1? Прикинь! Мистер Вопрос. Сожалеет ли Инк о сделанном? Или ему все равно? Если опираться на все вышесказанное, а также вспомнить финальную песню Underverse 0.5, то я думаю, Инк все-таки будет сожалеть о случившемся. Он лишь хотел повеселиться. В итоге привел мультивселенную к уничтожению. Сейчас самый главный антагонист это Икс Гастер. Дёрти Киллер. Такс. Там действительно ничего не осталось? Ни одной живой АУ? Или все же только доступ к ним был перекрыт? Остались только Оригинальная Вселенная и Омега Таймлайн, где есть некоторые выжившие персонажи из разных вселенных. Эррор действительно уничтожил альтернативные вселенные. Незекс. Эррор уничтожил вселенные, которые были под карантином Икс Гастера? Вселенная под карантином уничтожила Икс Тейл Альфис, манипулированная Икс Гастером. Остальные альтернативные вселенные уничтожил Эрор. Ани Рул. Можно ли позиционировать Икс Гастера не как зло воплоти, а как сошедшего с катушек экспериментатора? Я думаю, каждый для себя может решить, кто такой Икс Гастер. Гений или сумасшедший? Пророк или уничтожитель? Пока неизвестно, что он собирается делать, когда получит безграничную силу, когда он придет к абсолютному совершенству. Может быть, власть вскружила ему голову? Или он хочет создать новую идеальную мультивселенную? Кто знает? Хазюка! Икс Гастер и с Инком плохие? Плохое или хорошее – это субъективные понятия. В Индерверс никто не делится на белое и черное. Тем более, Икс Гастер и Инк совершенно по-разному видят текущие события, как я рассказывал ранее. Кидать их под одну гребенку, я считаю, неправильно. The Happy Man. Что стало с душой в антипустоте, которая наполовину стала фиолетовой? Это вроде была душа Кросса. То есть Кросс теперь может создавать альтернативную версию Икс Тейла? Одна половина решимости, другая – души создателя. Именно такую душу Икс Гастер создал для своего эксперимента. Фриск с духом чары в теле. Тогда Фриск стал событием Икс и мог пользоваться перезаписью. Когда эту душу получил Кросс в Икс Тейл 10, он не мог пользоваться данной силой, так как Икс Гастер запрограммировал кнопку так, чтобы другие монстры не могли ей владеть. Именно тогда половина души создателя потеряла свое качество и стала обыкновенной. Затем эту душу украл Эрр, спрятав ее в антипустоте. В Икстра Сцен 2 она глючила и чаще становилась снова на половину фиолетовой. И уже в Вандерверс 0.4 эту душу похитил Икс Гастер и вернул половину себе. Когда он возродил Кросса, он ему создал стандартную душу монстра. Вывод? Кросс не может создавать альтернативную вселенную. Хан. Почему Эрр не уничтожил душу Кросса? Потому что он пообещал Инку ничего не уничтожать. Он ждет, чтобы первым нарушил перемирие именно Инк. Кросса Санс 2.3 Где Кросс? После того, как Икс Гастер вернул к жизни Кросса и сбежал, тот остался в пустоте вместе с Найтмэром и Киллером. К нему на помощь пришел Дрим. После небольшой схватки, Стражник телепортировал Кросса вместе с собой в Омега Таймлайн. Гличу. Кросс будет участвовать во втором сезоне? Ответ? Будет. В Андерверс 0.6 он примет на себя главную роль. Именно с Омега Таймлайна начнется его приключение во втором сезоне. Лев Захаров. Будет ли оригинальный Гастер? Он уже был. Посмотрите пролог ко второму сезону Андерверс, который называется Owners. Владельцы. Жирная точка. Рашечка. Жирная точка. Будет ли Эпик в Андерверс? Когда он отсидит срок в братанской тюрьме? Огуречек Плей. Что находится внутри подарка, который дал сам Икс Гастер Инку? Новый костюм или что-то мелкое? Как вы помните, в Андерверс 0.5 Инк глянул на свой шарф, в котором он иногда пишет важную информацию, чтобы не забыть. После этого он что-то прошептал Икс Гастеру, и тот создал небольшой подарок. Если приглядеться к шарфу, то можно заметить подарок, который нарисован рядом с очками и улыбкой. Это намек на Фрэш Санса. За то, что Фрэш охранял вселенную Икс Тейл, он пообещал что-то особенное для него. Вряд ли костюм поместился бы в такую коробочку. Есть теория, что в подарке находится душа монстра. Посмотрите видео про историю Фрэша. Там я говорил, что у него треснутая душа внутри одного зрачка. Скорее всего, Инк хочет заменить ему душу на новую. Ведь внутри Фрэша сидит паразит, который, возможно, питается силой души. Вася Масяся. А с классик Сансом все норм будет? Конечно! Видите, в каком он в восторге хомячит картошку фри. Чудо. Камила Двоеточие 3. Вернется ли Андерсвап и Андерфел? Я думаю, что единственная возможность вернуть Андерсвап, Андерфел, а также другие уничтоженные альтернативные вселенные, это с помощью кнопки перезаписи. Возможно, персонажи смогут победить Икс Гастера, отняв его драгоценную силу. Кроновк. Как работает перезапись Икс Гастера? Какие ограничения или лимиты? На самом деле, перезапись является очень мощной силой. Наверное, ограничение этой кнопки в том, что она работает только в той вселенной, в которой находится ее контролер. По моему мнению, перезапись это имба. Сами посудите. Создавать все, что угодно из ничего. Менять сознание людей и монстров. Насколько безгранична фантазия, настолько безгранична эта сила. Бастерс 45. Смогут ли персы Икс Тейл вернуться в изначальное состояние? То есть, освободиться от контроля Икс Гастера? В Интерверс 0.5 нам показали, что Икс Гастер захватил сознание всех персонажей Икс Тейл, кроме Кросса и Икс Чары. А также можно было заметить в диалогах прощение и мольбы о помощи от Икс Метатона и Икс Маффит, соответственно. Возможно, Фриск найдет способ спасти их от контроля Икс Гастера. Бека Плей. Кнопка перезапуска – это сильнейшая кнопка или есть посильнее? Пока что нам сполна известны две кнопки в Интерверс. Это сброс и перезапись. Сброс возвращает вселенную на момент сохранения, при этом сохраняя память решительных людей и стирая память остальных, кроме Санса. Он почему-то всегда все помнит. Эту тайну нам так и не раскрыли в Интертейл. Может, если сбросить все на момент до создания кнопки перезаписи, то тогда можно избежать всего происходящего в Интерверс. Но вряд ли Фриск решится на такое. Максим Максимцев. Какая способность будет у кнопки Сейв? Кнопку Сейв можно было заметить в опенинге второго сезона. Пока неизвестно, как она будет работать в Интерверс. Но если опираться на то, как данная кнопка работала в игре Интертейл, то, скорее всего, с ее помощью можно будет освободить Икстейл персонажей от захвата разума. То же самое происходило с оригинальными персонажами в игре. Билайн Бумлайн. Почему в 0.3 Чара пользовался кнопкой перезаписи, хотя у него не было на тот момент половины души Икс Гастера, а было только 95% души Слап Чары? Это очень интересный вопрос, которым я тоже задавался на протяжении всего Интерверс. Помните, что Икс Гастер называл Фриска с духом Чары внутри тела Событием Икс? Так вот, Событием Икс он называет человека, который может пользоваться перезаписью, но не в полную силу. Поэтому, даже если он лишится души Создателя, он все равно может пользоваться кнопкой. Вы наверняка замечали, что в Интерверс 0.3 эффект перезаписи пропадал в неопределенный момент. Декант. В 0.3 Чара говорит Сансу, что его таймлайн не такой, каким должен быть. Ясно, что он говорит о случае в таймлайне Санса, про который нам было рассказано в анимации владельцы. Но откуда Икс Чара знает про этот случай, если сам случай произошел во время событий Икс Тейл? Фриск и Чара умели проникать в оригинальную вселенную еще до событий Андриверс. Это можно заметить в серии Икс Тейл 10, ну и в самом комиксе. Верти Дан. Будут ли введены новые Сансы по мере выхода сезона? Точно известно, что появятся такие персонажи, как Гена Санс и Фатал Эрр Санс. Насчет Фрэш Инга и Эпик Санса точно неизвестно. Будем ждать, надеемся на лучшее. Икс 14. Метатон умер? Не знаю. Игорь Дек. Почему Санс разозлился на Фриск? Потому что он помнит события геноцида. Поэтому Санс относится к человеку так пренебрежительно. Ультра Роблокс. Почему ты перевел Фриск мальчиком? Вам что, Икс Чары мало? В оригинальной Undertale Фриск это бесполое дитя. А Джеки заявила, что в ее истории Чара и Фриск мальчики. Уж чтобы не путать кто мальчик, а кто девочка, среди различных вариаций Фрисков и Чары, пусть на русском языке все к ним будут обращаться в мужском роде. Так будет проще и никто не будет путаться. Не хочу обращаться к Фриску в среднем роде или во множественном числе. Это уж слишком странно. Мне интересно, Эпик будет среди народа Омега Таймлайна? Мне бы так и хотелось. Пока что только так я вижу исход появления Эпик Санса в Эндерберс. Фух. Я отобрал самые интересные и самые важные вопросы, которые вы задавали мне в комментариях. Я уверен, что у некоторых еще остались вопросы, ведь вы написали их очень много. Поэтому ждите анонса второго видео «Ответы на вопросы». Следите за сообществом YouTube, чтобы не пропустить это. Также проявляйте активность, если вам понравилась данная рубрика. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также, если вы не хотите пропустить новые видео на канале, то можете нажать на колокольчик рядом с подпиской или вступить в наш Дискорд-сервер и группу ВКонтакте, куда я тоже публикую новости о выходе нового видео. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова